Добрый вечер, вы смотрите новости. Меня зовут Екатерина Шапилова. Главное сегодня. Больше не придется учить таблицу Менделеева по жидкости, которая течет из кранов. После обращения людей к губернатору в эфире 12 канала в Красноярке начали решать застарелые проблемы с водой. При полном параде в масках и перчатках. В Омске отрепетировали парад победы, когда генеральный прогон спускается с неба, чтобы спасать людей. Если ты пошел куда-то отдохнуть, например, кино, театр, ты звонил к санитарному дарцу, сообщал, куда ты идешь, место свое, в случае необходимости, тебя могли забрать оттуда. В преддверии Дня медика расскажем о династии врачей от Бога, семье Бабахидзе. Умыли Ленина. К сожалению, многие наши политические оппоненты умеют, наверное, только говорить. В Омске привели в порядок памятник, который порос бурьяном и покрылся толстым слоем пыли. И прививают хорошие манеры, раскрывают поисковые таланты. Взжи. Принимать поздравления готовятся кинологи и их чуткие питомцы. Вода в курортной зоне региона станет чистой. Сегодня в Красноярке побывала экспертная комиссия. Уже больше 20 лет вода в поселке техническая, с примесями песка и болотным запахом. А в жаркую погоду ее нет вовсе. О своей проблеме люди рассказали Александру Буркову в эфире программы «Диалог с губернатором». И уже сегодня в Красноярку приехали представители управляющей компании и глава Омского района. Оказывается, в месяц коммунальщики подают в село 40 тысяч кубометров воды, а оплачивается, по данным счетчиков, только 6 тысяч кубометров. В водопроводе множество незаконных врезок. Плюс к этому прирост населения, постоянно прибавляющиеся коттеджи с бассейнами и полив огородов. Воды всем не хватает. Поселок решено включить в спецпрограмму. Здесь построят новый водопровод от Крутой Горки до Красноярки и Чернолучья. До конца года будет готова проектно-сметная документация, а в следующем начнется первый этап строительства. Пока же вода останется технической. С ее бесперебойной подачей вопрос обещают решить уже в ближайшие дни. Три скважины были реанимированы буквально за последние три недели. Три новых насоса и сегодня подключали скважину напрямую. Но осталось только подключить автоматику. Это нужно еще дня 4, чтобы добавить объем воды в сеть. Сегодня принято решение два. То есть первое, до понедельника принять все технологические решения, связанные с тем, чтобы завязать в единую систему все скважины на территории сельского поселения, в том числе и частные. То есть вести переговоры с соответствующими участниками. Второй момент – это составление графика по предложению граждан. Мы сегодня с ними согласовали. Это составление графика на подачу воды в многоквартирные дома, чтобы люди понимали, когда у них будет вода, в какой период времени. Вообще же на диалог с губернатором о МИЧе отправили несколько сотен вопросов. Один из них – будут ли в регионе ужесточать ограничительные меры. Этого не предвидится, несмотря на рост числа заболевших, сообщил Александр Бурков. Власти делают все возможное, чтобы не допустить отката назад. Какие еще заявления в прямом эфире сделал глава региона, расскажет Анна Черных. Вопрос, который последние пару недель не дает покоя медицинскому сообществу. Готовятся ли больницам и поликлиникам к оптимизации лабораторной службы? А значит, и к сокращению тысячи сотрудников. Александр Бурков заверяет, такого проекта ни в региональном правительстве, ни в частности в Минздраве не существует. Никакого сокращения быть не может по определению. Потому что для нас сегодня каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра на вес золота. Как в городе Омске, так и в муниципальных районах. Поймите, это самое дорогое, что у нас сегодня есть. Поэтому тут даже и речи быть об этом не может. То, что эти вбросы идут, это, ну, видимо, в тяжелую минуту кому-то это было нужно. А вот у работников СКК Блинова в последнее время действительно были основания для волнения. Людям с января не платили зарплату. Министр спорта Дмитрий Крикорян сообщил, проблема решена, деньги работникам переведены. Ну а сам знаковый для Омска спортивный объект, подчеркнул губернатор, будет отремонтирован. Тема, волнующая родителей, все ли дети смогут попасть в детские сады. Они откроются в понедельник. Талонов к педиатру нет на неделю вперед. Как оформить ребенку необходимые справки, Александр Бурков отмечает. 22 июня в садик пойдут только те, чьи мамы и папы не могут оставить их дома. Это только треть от всех малышей. График работы педиатров составил Минздрав. Врачи будут принимать маленьких пациентов даже по выходным. Выведен максимально большой штат всех врачей-педиатров, которые осматривают детей. И благодаря этому мы уже за вчера посмотрели 15% детей. Это 4591 ребенок вчера был осмотрен в наших учреждениях. На сегодняшний день на 16 часов справки уже получили 9194 ребенка. То есть это уже более 31% детей готовы к получению справок. В том числе наши доктора будут работать все выходные дни и субботу, и воскресенье в две смены. С 8 утра до 8 вечера. Поговорили о жизни детей вне школы и садика. В регионе больше 25 тысяч ребят занимаются футболом. Поэтому в планах регионального правительства, подчеркивает губернатор, построить вслед за хоккейной и футбольную академию. У нас есть неплохой стадион на Шиннике. И есть там площади, где можно делать общежитие для ребятишек. Потому что ребята должны оставаться здесь, они должны играть на нашей омской земле. А не уезжать молодыми. Только талантливые поднялись, их тут же тащат другие регионы. Более того, я сегодня и приглашаю всех ребят мячей, кто сегодня играет в других клубах. Да, кто там в Химке играет, кто-то еще в других клубах. Те, кто начинали у нас в омской школе, да, сегодня играют в первой лиге. Вот, пожалуйста, welcome, возвращайтесь домой, играйте. Ответил глава региона и на несколько личных вопросов. Назвал свое любимое блюдо – пельмени. Рассказал, как общается с жителями во время вечерних прогулок по городу без галстука. А также опроверг слух о предстоящем переезде в Москву. У нас впереди большие планы. Большие планы по строительству социальных объектов, по воду жилья, по строительству арены ОМС, по строительству стадиона «Красная звезда». Сейчас вот будем реконструкцию делать «Крытой», «Красной звезды», чтобы «Иртыш» мог играть в наш футбольный клуб. Но поэтому планы большие. И поймите, на самом деле я хочу оставить след. За полтора часа в прямом эфире зрители задали десятки вопросов. Они взяты на личный контроль губернатора. Те, чьи обращения не прозвучали, могут не беспокоиться. Без ответа ни одной из них не останется. Анна Черных, 12 канал. Также Александр Бурков высказался о важности принятия поправок в Конституцию. По словам губернатора, проголосовать «за» необходимо. Они касаются каждого жителя страны. Одной из самых значимых глава региона назвал поправку о том, что минимальная зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума. Губернатор отметил, что выступал за нее, будучи депутатом Госдумы. Еще один ключевой пункт – обязательная ежегодная индексация пенсий. Сегодня в России 43,5 миллиона пенсионеров – это почти треть населения. Также губернатор добавил, что с принятием поправок наша страна перестанет жить по западным правилам. И уж тем более не будет отдавать свои территории. В Конституции отражается суверенитет и нерушимость границ. Вот это решение будет принято, да, в Конституции, если проголосовано, народом поддержано. Значит, границы никогда не будут рушиться. Не будет завтра с нами торговать ни Япония, ни Германия, да, когда они тут сейчас. Курильские острова, Калининград, Крым. Да, все, чтобы у них все иллюзии пропали. Мы не отдадим ни пяди русской земли. Следующий момент очень важный. Когда Конституция принималась нам в начале 90-х, прописали, что международное право выше российских законов. И мы сегодня живем, получается, под диктовку дяди Сэма. Сегодня главенствующий закон российский. И мы будем жить по российским законам, а не по американским. Александр Бурков заявил, что выскажет свое мнение в первый же день голосования 25 июня. А заодно проконтролирует, как идет работа на избирательных участках и насколько условия соответствуют санитарным нормам. Губернатор призвал омичей не оставаться в стороне. Напомню, голосовать можно в течение нескольких дней с 25 июня по 1 июля. Репетицию Парада Победы в Омске устроят еще раз. Генеральный прогон пройдет в понедельник. Часть дорог снова будет перекрыта. Это участки улиц Ленина, Тарской, Ивана Алексеева и Банковского переулка. Проехать здесь водители не смогут с 19.30 до полуночи. Военнослужащие, курсанты, спасатели, казаки и сотрудники УФСИН вновь пройдут торжественным маршем по Соборной площади. Сам же парад состоится 24 июня. В строевом смотре будут задействованы 14 парадных расчетов. Проедет военная техника, в том числе и легендарный танк Т-34. Также омичи увидят авиационное шоу. В параде примут участие ветераны Великой Отечественной. Их доставит в специальный кортеж. Пустят на Соборную площадь и зрителей, но лишь при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. И все же власти советуют оставаться дома и посмотреть парад в прямом эфире. Мы организуем трансляцию. Одновременно с Омском парады пройдут и в других крупных городах страны. В столице по Красной площади промаршируют выпускник Омского кадетского корпуса. Об Алексее Болдыреве 12 канал уже рассказывал. Пять лет назад, накануне празднования 9 мая, будущий военнослужащий торжественно пронес факел по Парку Победы. Церемония прошла в память о погибших фронтовиках. И именно в тот день кадет загадал желание принять участие в параде Победы. Говорит, даже не думал, что произойдет это уже не в Омске, а в Москве. Сейчас Алексей вместе с другими курсантами отрабатывает строевой шаг. Парень учится в военной академии Петра Великого, готовится к масштабному событию. Ребята начали за три месяца. Это очень большая гордость и море-море эмоций. Я, когда первый раз приехал на Красную площадь на репетицию, это было позавчера ночью, мы туда приехали, была ужасно невыносимая жара, но было настолько приподнято настроение, что этого всего даже не замечаешь. Поскорее бы принять участие в этом мероприятии и отдать долг памяти своим предкам. О родном городе Алексей не забывает. Говорит, учеба в кадетском корпусе – лучшее время в жизни. При первой же возможности курсант всегда возвращается в Омск. И еще на тему победы. Омск присоединился к акции «Красная гвоздика». Я балансер. Не желаю теперь участия в акции «Красная гвоздика». Купить значок. «Красная гвоздика» – символ памяти павших героев и благодарности ныне живущим фронтовикам. Вырученные от продажи деньги направят на оказание медицинской помощи ветеранам. В Омске приобрести значки можно на кассах в гипермаркетах по адресам «70 лет октября 1» и «Заозерное 24». Полный список магазинов участников акции «Красная гвоздика» можно найти на официальном сайте. Я думаю, что если люди эти небольшие деньги потратят, то будет людям просто ветеранам и приятно, и полезно. Как внимание? Как внимание, конечно. Я считаю, что это очень хорошо. У меня папа был на войне. Он был инвалид войны. У него есть награды. У меня дядя без вести пропал под Ленинградом. Основной слоган данной акции – «Помню, помогаю». И из этого мы понимаем, что у этой небольшой вещи очень небольшая цена, на мой взгляд. Но при всем при этом, когда мы собираемся всем миром, мы можем большему количеству людей помочь. Медицинские работники в это воскресенье отметят профессиональный праздник. С наступающим всех, кто имеет отношение к сфере здравоохранения, поздравили губернатор Александр Бурков и председатель ЗАГС Собрания Владимир Варнавский. Первые лица региона отметили – нет профессии более нужной и значимой, чем профессия врача. Весь мир в очередной раз убедился в этом, столкнувшись с пандемией. Цитирую. Второй стаж семьи – 250 лет. Бабахидзе работают в хирургии, педиатрии, функциональной диагностике. Каждый в своей отрасли добивается блестящих результатов, становясь примером для коллег. С генеалогическим древом врачей от Бога познакомилась Наталья Бельская. Родной при Иртыши Гурам Бабахидзе изучил от и до с высоты птичьего полета. Бортхирург санитарной авиации областной клинической больницы в самолете Ан-2 провел, наверное, лишь немногим меньше часов, чем у операционного стола. В то время у нас не было мобильных телефонов, поэтому если ты пошел куда-то отдохнуть, например, кино, театр, ты звонил в санитарную авиацию, сообщал, куда ты идешь, место свое. В случае необходимости тебя могли забрать оттуда. В санавиации Гурам Бабахидзе прослужил больше 20 лет. Вспоминает, как в деревне без электричества оперировал при свете фонариков, как уходил на работу прямо из-за новогоднего стола. Обо всем рассказывает с улыбкой и без тени сомнения, что жить можно было как-то иначе. По стопам отца пошли сын и дочь. Я смотрела, что работает отец врачом, работала у меня, получается, бабушка моя, стоматолог, зубной врач. Потом тоже еще вторая бабушка работала, она фельдшером. То есть, как бы окружение все были доктора. Генеалогическое древо семьи описали в почетном издании «Медицинские династии Западной Сибири». Еще в 1916-м дядя Гурама Бабахидзе окончил фельдшерские курсы. В 1937 году знания спасли его во время ссылки на Колыму. Отец Гурама Бабахидзе – фронтовик, награжден двумя орденами Красной Звезды и званием отличник здравоохранения. Сестра – педиатр с 40-летним стажем. Традиции лечебного отдела сейчас продолжает внучка. Сложная семья, да. На самом деле нужно как-то соответствовать этой семье и не падать лицом вниз. Все 60-е медсанчасти работает, поэтому она пришла туда и все знают, что пришла дочь Мирана Гурамовича, моего мужа, которого нет с нами. Официальных наград и медалей у семьи столько, что не сосчитать. А вот с благодарностью больных сложнее. Гурам Бабахидзе все с той же улыбкой признается. Пациенты его практически не помнят. Как ангел. Он спускался с неба в самых сложных ситуациях, спасал чью-то жизнь, а после улетал обратно домой в город. Люди, находясь без сознания, даже не знали, кто их оперировал. Такая вот профессия. Но у всех, кто хоть раз обращался к медикам, есть возможность произнести невысказанные слова благодарности в день их профессионального праздника. Наталья Бельская, Дмитрий Хромцов, 12 канал. С наступающим праздником медицинских работников поздравил депутат Государственной Думы Олег Смолин. Он отметил, труд врачей неоценим. Медики сохраняют главное богатство страны – человеческий потенциал. Люди в белых халатах проводят часы у постели больного, наблюдая за его состоянием. Без страха они встают на пути у смерти. Профессия медика самая благородная, отметил политик, и вместе с тем самая опасная. В период пандемии, помогая пациентам с COVID-19, медики каждый день совершают подвиг. Дмитрий Хромцов, 12 канал. Долгостроев стало меньше. Счетная палата России проанализировала темпы строительства в регионе. Выводы утешительные. Уже не дети. Омским выпускникам начали выдавать школьные аттестаты. Формат церемонии строгий, с контролем температуры и обязательным атрибутом – медицинской маской. Гамаки и качели для приматов. В Большереченском зоопарке сделали евроремонт в вольерах у обезьян. Вернули былой блеск вождю пролетариата. Этим утром активисты «Справедливой России» отмыли гранитный памятник Ленину. На место пригнали автокран и цистерну с водой. Буквально вручную отмыли от пыли и грязи гранитную скульптуру вождя. А также привели в порядок постамент, который порос травой. Зелень убрали, а сам памятник натерли до блеска. Мы выступаем за идеалы равенства, справедливого распределения дохода и все, что с этим связано. Владимир Ильич Ленин для нас является той основой, тем фундаментом и тем базисом, на котором строилось великое советское государство. И сейчас мы свою задачу видим именно в том, чтобы взять от Советского Союза все самое лучшее. К сожалению, многие наши политические оппоненты умеют, наверное, только говорить, а вот так взять и до работы, доехать, потратить 15-20 минут и поухаживать за нашим фундаментом, к сожалению, нет. На уборку партийцы потратили всего 20 минут. Подобные акции чистоты обещают проводить регулярно, чтобы символ социализма не был забыт под слоем пыли. В Омской области стало меньше долгостроев положительную динамику, зафиксировала Счетная палата России. Специалисты проанализировали темпы строительства за последние годы. 2019 и начало 2020 для региона стали продуктивными. Удалось завершить возведение объектов, которые много лет считались долгостроями. В Омской области наметилась положительная динамика. Органами исполнительной власти утвержден план по этапу снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства. И в этой связи хочется положительно отметить, что завершена реконструкция объекта культурного наследия здания страхового товарищества «Саламандра». Два учреждения здравоохранения в городе Омске. Речь о многострадальном здании страхового товарищества «Саламандра». Реконструкцию начали 6 лет назад. Объект должен был быть сдан еще к 300-летию Омска, но этого не произошло. Подрядчики несколько раз менялись, сроки срывались. На скамье подсудимых даже оказался бывший заместитель председателя правительства Станислав Гребенщиков и еще трое его коллег. В итоге вице-губернатора за превышение должностных полномочий на 2,5 года отправили в колонию. Еще один объект – хирургический корпус детского больничного городка. Окончание реконструкции горожане ждали почти 7 лет. Стационар по своему оснащению отвечает всем мировым стандартам. Как и поликлиника на Левом берегу, рассчитанная на тысячу посещений в смену. Она позволила разгрузить лечебные учреждения одного из самых густонаселенных районов Омска. Появление клиники омичи ждали не один год. И только после того, как губернатор Александр Бурков взял долгострой под личный контроль, ситуация начала меняться. И еще один объект, реконструкция которого шла с проблемами – театр «Галерка». Здание открыли осенью 2018 года, через 6 лет после начала работ. Большой объем работ был проделан в конце 2018 года. Весь 2019 год по этим долгостроям, по-первых, в связи с тем, что было поручение губернатора, в кратчайшие сроки сдать все эти четыре объекта долгостроя. Плажа нам отработали с новым кабинетом министров. Ну и, соответственно, со взаимодействием с федеральными структурами по выделению дополнительных денежных средств на скорейшее завершение данных объектов. То есть вот такой комплексный большой объем работ был проделан для ввода их эксплуатации. Джоконда да Винчи на страже Омского ЖД вокзала. «Рыжая бестия», как ее ласково называет хозяин, каждый день защищает тысячи пассажиров, тщательно обнюхивая стратегический объект. Ищет наркотики и опасные предметы. Работает почти без выходных. Разве что в это воскресенье сделает паузу на праздничный обед в честь профессионального праздника – Дня кинолога. Юлия Думанова встретилась с теми, у кого оружие – усы, лапы и хвост. Закладка на Омском вокзале. Багаж пассажиров проверяет хан – бельгийская овчарка. Уже через минуту хана привлекает определенная сумка. Впрочем, это всего лишь учение. Чтобы собака не потеряла навык, тренироваться нужно постоянно. Нюх пса сильнее человеческого обоняния в тысячу раз. Поэтому может найти наркотики, даже если преступник их замаскирует, например, духами. Один, два, сиди. Место. Хан, хоть уже и на страже порядка, еще совсем ребенок. Ему три года. В любую свободную минуту играет и даже на интервью не обходится без шалостей. А это Джаконда да Винчи. Но хозяин ее ласково называет «рыжая бестия» или просто «джаня». Опытный сотрудник, стаж 9 лет. Характер спокойный. Напарник Джаконды Сергей Панфилов жизнь посвятить собакам и помощи людям решил еще в детстве. Говорит, с «рыжей бестией» не расстается никогда, вместе и на работе, и дома. Живут служебные собаки у кинологов. Приобрели мы ее, получается, ей было 6 месяцев. По характеру она очень спокойная. Она, наверное, как вы, вы тоже так и спокойная? Да, да, да. Не, как говорят, что собака лицо хозяева. Хорошим манером их учат еще щенками в питомниках. Там будущие служебные собаки живут первые полгода жизни. Малыши вводят на стрельбы, чтобы привыкли к громким звукам. В расписании физкультура полоса препятствий каждый день. Где будет служить пес, зависит от темперамента. Поисковик должен быть спокойным. Именно такие псы идеальны при поиске взрывчатых веществ. Увидев цель, не лает. Это может спугнуть преступника. Подает знак хозяину, еле уловимый, тайный. А вот холерику место в конвое. По статистике на счету каждой собаки по 40 разыскных операций в год. Псы служат в полиции, колониях, участвуют в поисковых операциях, в задержаниях преступников. Находят след воров и грабителей. И даже свой профессиональный праздник проведут на работе. Юлия Думанова и Владислав Асинцев, 12 канал. Еженедельная хроника происшествий. Самые резонансные дела за последний четверть века. Основано на реальных событиях Омск. Новый проект 12 канала. Мои коллеги Антон Парахин и Юлия Думанова пытаются разобраться в причинах произошедшего, основываясь на комментариях следователей, оперативников уголовного розыска, записях следственных экспериментов и показаниях свидетелей. Смотрите каждую пятницу в нашем эфире. Премьера сегодня, сразу после этого выпуска новостей. Омским выпускникам сегодня начали выдавать аттестаты. Всего почти 16 тысяч ребят получат один из важнейших документов в жизни. Напомню, в этом году свидетельства об образовании выдают по результатам годовых оценок и без учета результатов ОГЭ и ЕГЭ. Как проходит торжество в условиях пандемии, узнала Софья Халиулина. Без линейки и праздничной суеты, хоть торжество и проходит в непривычном формате, выпускники, как и положено, при полном параде. Юноши в строгих костюмах, девушки в белых фарточках. Говорят, уже скучают и по одноклассникам, и по строгим учителям. У нас нет ни выпускного, как официального, который, как обычно происходит, ни последнего звонка. Но ничего, нас это не пугает. Мы по-другому себе это, конечно, представляли, но у нас получилось не менее лучше. У нас также был, хоть и последний звонок, он был онлайн, но все же он имел место быть. И мы этим довольны. В 149-м лицее заветный аттестат сегодня получили почти 130 школьников, из них 17 золотых медалистов. Вручают документы представители городского совета и администрации Владимир Корбут и Анастасия Терпогова. На входе каждому выпускнику измеряют температуру и просят не пренебрегать антисептиком. В зал ребята заходит по одному, маска, обязательный аксессуар. Приятно отметить, что в этом году у нас тоже очень много медалистов. Мы ожидаем по итогам сдачи экзаменов, но ребята, которые закончили школу на отлично, у нас тоже большое количество. Хочется ребятам в этот день пожелать, ну, естественно, успешной сдачи экзаменов. Но смотреть немножко дальше и вспоминать школу, помня не только учебные предметы, но и жизненные оценки, которые давала им школа. Впереди у ребят экзамены ЕГЭ. В этом году стартует 3 июля. Пройдут испытания с соблюдением всех санитарных норм. На входах в пункты у ребят будут проверять температуру, обязательно и обработка рук. Софья Халиулина, Денис Лопарев, 12 канал. Кстати, вступительные экзамены в омских вузах состоятся несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сегодня представители высших учебных заведений рассказали на пресс-конференции. В июле и августе выпускники будут сдавать экзамены онлайн в виде тестов и собеседований. Однако, если эпидситуация в регионе улучшится, испытания смогут провести и очно. Абитуриенты сами выберут, в каком из двух форматов сдавать предметы. Также в вузах отметили, пандемия никак не отразилась на количестве бюджетных и коммерческих мест. В этом году самый большой набор ожидается на научные специальности. И последнее. Новоселье в Большереченском зоопарке сегодня отметили обезьяны. Приматов перевели в летние вольеры. Их капитально отремонтировали, в порядок привели коммуникации, обшили стены и частично уложили кафельную плитку. В каждом из шести загонов установили домики и веревочные лабиринты. Сейчас в зоопарке 11 павианов, яванских макак, гамадрилов и мартышек. Конечно, это очень для них такая большая разница по сравнению со старыми вольерами. Будет очень хорошо. Они испробовали все гамаки, все качели, все леченьки. Также мы им еще делали подарки. Запаковывали игрушки и фрукты в коробки. И затем уже в последнюю очередь дошла очередь до распаковки этих подарков. В общем, разница удалась на форму. Предусмотрели специалисты зоопарка и фруктово-провод. Это труба, в которую гости смогут вкладывать угощения. Ассорти из яблок, груш, ягод и овощей. Все это станут продавать в стаканчиках на кассе. Ну а с понедельника большой ремонт начнется в вольерах диких кошек, тигров, львов и рысей. На это из областного бюджета направят 2 миллиона рублей. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Товарищ! При покупке материала на кровлю или забор, конек или саморезы в подарок. Омск Сайдинг Инвест 999-222 Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 20 июня, в Омске облачная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 10-15 градусов тепла. В регионе пасмурно, ожидаются дожди. В ночные часы 5-7 градусов, днем до плюс 16. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины, доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. Такой выдалась эта пятница. Спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе.